В Центральной библиотеке имени Фазуалиева и города Каспийска состоялось очередное заседание Клуба молодого патриота Отечества имени Героя России Магомеда Нурбагандова. Встреча под названием «Мы память храним бережно» была приурочена к 80-летию Курской битвы. Началось мероприятие с песней «Я люблю тебя, Россия», а после открыло заседание торжественную речью директа Централизованной библиотеки города Каспийска Мадина Тимирова. В этом году также исполняется 80 лет одной из крупнейших решающих битв Великой Отечественной войны, прогремевшей летом 1943 года. Одна из ярчайших вех мужества и стойкости нашего народа на пути к победе. Это Курская битва. Битва, в которой немецко-фашистская армия потерпела поражение, от которой уже не смогла оправиться до конца войны. Гостями мероприятия стали многоуважаемые представители различных госструктур, председатель собрания депутатов Каспийска Аза Алиева, председатель совета ветеранов Афганистана Магомедориб Якубов, председатель совета старейшин городского округа Ганифаджа Браилов и многие другие. Практически каждый изъявил желание поддержать мероприятие и пожелать нашим солдатам успехов, которые сейчас защищают границы Родины, рискуя своей жизнью. Всегда находятся сейчас на передовой наши ребята. И им пожелать удачи, им здоровья. Чтобы эти все наши, все они наши, у кого папа, у кого брат, у кого дядя, у кого муж, они все они наши. Вот благодаря них вот сидим здесь спокойно, без всяких проблем. Детально рассказать хронику событий военных дней, а именно Курской битвы, решил историк, руководитель городской патриотической организации Сталин Исаазиев. Он подробно описал план действия русской армии, первые ее победы и поражения на пути к освобождению. План, даже первый, который предложил, здесь сказали Жуков и Василевский, это неправда. План Курской битвы был предложен, прежде всего, командующим Воронежским фронтом генералом Ватутиным и командующим Центральным фронтом генералом Рокоссовским. Там даже в Государственном комитете обороны потом возник спор, какой план принять. Отметим, что украсили мероприятия воспитанники образовательных учреждений города. Они пели патриотические песни, читали стихотворения. Завершилось заседание видеороликом о всех солдатах, которые защитили нас в самое трудное время для страны и народа.